Можешь сказать, какие мысли у тебя сейчас, через час после поединка. Ты знаешь, очень расстроен. Просто очень сильно расстроен. Спонсор показа – компания 1Х. У них всегда большие коэффициенты и быстрые выплаты. А по промокоду RedFury вас ждет крутой бонус. Переходите и регистрируйтесь. Все ссылки в описании и в комментариях под этим видео. Я расстроен. Я расстроен сам на себя, потому что я не делал того, к чему я готовился, и я не слушал своих тренеров. Они буквально умоляли меня, чтобы я снова использовал тот геймплан, который я показал в первом раунде. Просто расстроен тем, что не сделал того, чего говорили мне тренера. А что за план на бой у тебя был? Я думаю, в первом раунде мы показали то, к чему мы готовились. Я мог попасть по нему и во втором раунде. Я попадал джебом и попадал всем остальным. Знаешь, я также, конечно, принимал удары. Я просто не боролся. Кажется, я один раз атаковал его, но он защитился. Мне надо было продолжать давить борьбой. И работать в комплексе. Так что... Я просто расстроен тем, что я не дрался так, как мы готовились. Мне нужно было продолжать бороться. Пытаться переводить его вниз, а там я уже контролировал его. Кажется, я его контролировал 3,5 минуты. Я даже не чувствовал, что он может уйти от меня. Только в конце раунда, когда я стал удерживать его голову. Я не знаю, почему я перестал оказывать давление на него. У меня это очень хорошо получалось. Поэтому... Поэтому у меня был успех, так как я был ниже ростом. Я не знаю, что произошло. Я не смотрел до сих пор этот бой. Так что... Я не знаю, я не знаю. Мне нужно было продолжать давить. Это то, как я дерусь, но я этого не делал в четвертом раунде. Может быть, я остановился, чтобы набрать обороты к концу раунда. Но я просто не дошел туда. Почему Дэниел Керми не может научиться? Как проигрывать? Знаешь, я спортсмен. Это мой дар и мое проклятие. Когда ты не принимаешь поражение, ты убеждаешь себя, что это не будет происходить часто. Я думаю, это делает меня, с одной стороны, особенным. Но также эмоции дают волю, когда что-то идет не так. Я думаю, я получу реванш, если я захочу, но надо обсудить с командой и с тренерами. С моей женой, с детьми и с моим сыном. Мой сын спросил меня, «Папа, ты уходишь из спорта?» Я ответил, что я не знаю. А потом он сказал... Я спросил, «Это расстроит тебя, если я уйду?» Он сказал, «Нет». Так что, знаешь, проведу с семьей чуть больше времени, и потом посмотрим. Но сейчас я не могу понять это. Я пытаюсь... Я пытаюсь не принимать такие решения эмоционально, потому что я понимаю, как эмоции влияют на все это. Мне нужно время и понять все это. Мне не нужно драться. Я делаю большие деньги за пределами октагона. Я заработал очень много в боях, и сделаю очень многое. В конечном итоге, вопрос будет стоять во мне, хочу ли я вернуться и исправить то, что произошло сегодня. Это будет единственное, что заставит меня вернуться в бои, я полагаю. Так что, мы посмотрим. Как я уже говорил, я не хочу принимать решения, полагаясь на эмоции. Мне нужно просто время. А на этом я прощаюсь с вами, ребята. До следующего выпуска. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а также включить колокольчик, чтобы увидеть выпуск первыми. Всем пока!